Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Чик слаб. Слаб настолько, что если его провоцируют, то он обязательно поведётся на провокации. А почему так? Ну, давайте попробуем обсудить. Сегодня в таком составе Дмитрий Дилинский, Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук, Михаил Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия». Сергей Викторович, добрый день. Добрый день. А слабость человеческую мы будем обсуждать на примере событий в Махачкале на прошлой неделе. Значит, вот эта торжественная встреча израильского самолёта в аэропорту Махачкалы. Простите, простите, на самолёте было написано крупными буквами «Победа», по-моему. Чья победа? Ну, авиакомпания «Победа», российская, государственная, нет. А, то есть это те люди, у которых не поместились чемоданчики вот в эту штуковину, в прокрустово ложе, да? Да, 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 да. Нет, на самом деле всё было не так. По одной из официальных версий, значит, народ пришёл в этот самый аэропорт Махачкалы встречать израильский самолёт в связи с тем, что украинские спецслужбы распространили в телеграм-каналах сообщение о том, что именно в этом самолёте израильские беженцы, переселенцы... Скажите, пожалуйста, а вот этот вот самолёт из Тель-Авива направили именно в Махачкалу? Потому что известно, что ему перед этим сказали, что в Сочи мы не полетим, там в другое место мы тоже не полетим. Это украинские спецслужбы его перенаправили. Полетили маршрут этого авиарейса. Чудные дела твои, господи. Да, чудные дела. Давайте тогда поймём, значит, получается, что, учитывая, что вы сейчас оперируете Израилем, значит, и так далее, получается, это национальный вопрос, который мы сейчас будем обсуждать с нравственной точки зрения. Учитывая то, что раньше говорили, что я ещё автор книги «Нравственная экономия». Поскольку я автор книги «Нравственная экономия», значит, нравственный вопрос, национальный вопрос с нравственной точки зрения. Поэтому задаю вопрос другой, более понятный, предметный. Валовый внутренний продукт Российской Федерации вырос на 2,8% за 9 месяцев. Это в среднем по стране. В Петербурге там, значит, промышленное производство на 10% с начала этого года. Ура, ура. Мы побеждаем. Вот вопрос. А вот Дагестану об этом явно забыли рассказать. А в Махачкале почему-то люди вышли на лётное поле. Внимание, вопрос. Почему? Потому что всегда во всём кто-то должен быть виноват. Нет. Нужно отыскать виновного и покарать его. Надо прочитать «Федералист. Экономическую конституцию Соединённых Штатов Америки», статья 10-я. О чём говорит эта статья? Она говорит о Крамоле. Это что такое? Бунты, восстания, революции и так далее. А в чём причина вообще бунтов, революции, восстаний и так далее? В чём причина Крамола, как вы думаете? Наверное, в жажде справедливости. Две составляющие. Это бедность и второе – несправедливость, связанная с распределением собственности. Значит, если люди выходят на улицу так легко, значит, они, первое, скорее всего, они бедны. И второе – они, видимо, наблюдают, что собственность распределяется не так, как надо. Терри Викторович Михаил Геннадьевич, а вы не допускаете того, что есть некая картина мира, ну такая, средняя по больнице? И если что-то укладывается в эту картину мира, среднюю по больнице, в эту картину, которая существует в головах населения, в массах, то это что-то легко, непринуждённо может выразиться, вылиться в том числе и вот такое. Подождите, если вы утром должны в 8 утра быть в цеху на работе, если вы утром должны быть на предприятии, я вот начинаю рабочий день, например, без 15.8, то мне некогда будет тусоваться по аэропорту-то с целью встречи там кого угодно. Это первое. Второе и главное, у нас есть три варианта экономии или промышленности. Первый вариант – это частная промышленность, вторая – это национальная, и третья – это глобальная космополитическая промышленность. Если мы говорим для России, вам не нужна национальная промышленность, вам достаточно только частный, который сразу будет автоматически переходить в глобальную. То есть, кирпичные заводики в Дагестане, как это всё коррелируется? Ну да, алкоголь всякий разный и так далее, туризм. Я всем по поводу туризма задаю один и тот же вопрос. Можно ли бревно перепилить наждачной бумагой? Можно, но долго. То же самое и здесь. Может ли туризм решить задачу экономического развития региона или тем более государства? Нет. А что нужно для этого? Промышленность. Поэтому, если нет национальной промышленности, а национальной промышленности нет. Нет русской промышленности. Сказки про русскую промышленность есть, а русской промышленности нет. Если нет национальной промышленности, то мы смотрим, всё великое создавалось из личного через национальное ко всеобщему. Что подменяет, кто виноват тогда? Что подменяет национальную промышленность? И евреи. Да при чём это евреи? Национализм. Надо евреи, не евреи, там татары, кто хотите. Мордва, там крайне найти не сложно. Вот евреев не нашли в турбинах. А когда будут искать русских, кто их найдёт? Кто их найдёт, да. Вот, кстати говоря, Михаил Геннадьевич сегодня у меня замечательный, интересный факт рассказал, такой потрясающий по поводу Германии. Он как при случае расскажет. А, значит, смысл очень простой. Тогда вместо национальной промышленности появляется фигура под названием «всё великое создавалось из личного через национальное ко всеобщему». Идёт замена национальная, переходящая в нацизм, переходящая в фашизм. Фашизм не обязательно не любить евреев. Можно не любить вообще кого-то. Ну, практика показала, что даже у евреев может быть свой собственный фашизм. Вот. Чему даже? Я бы не оскорблял великий еврейский народ. У него всё как у всех. Теперь, чтобы мы не уходили в сторону отдела. Давайте посмотрим мы на… У нас же ВВП-то вырос, да? Значит, по идее… Нет, вы знаете, вот ВВП вырос у статистиков. У них ВВП вырос. У чиновников, которые верят официальной статистике, ВВП тоже вырос. Нет, нет, нет. В Махачкале… А вот насчёт страны – это вопрос открытый. А то, что в Махачкале это точно не ощущают – это факт медицинский. Теперь давайте поймём, а почему. Давайте поймём, почему. Значит, у нас Роснефть объявила о том, что у них прибыль выросла на 45%. «Газпром» объявил вслед за Роснефтью, что у них прибыль ещё выросла больше, чем у Роснефти. Значит, смотрите, получается, вот эти 2,8% ВВП, мы увеличили объём продажи сырья на выход, да? У нас… Вы сейчас скажете, что в долларовом исчислении тоже вырос ВВП, да? Естественно. Не скажете или скажете? Ну, хорошо, да, давайте я скажу это. Ну, у нас же и в долларах всё выросло. Да, да, да. Значит, мы увеличили объём продажи сырья, но даже не в этом дело. У кого-то вот за счёт этого ВВП роста выросла прибыль. Представим себе, сколько человек работает в «Газпроме» и сколько человек работает в Роснефти. 350 тысяч, я знаю, точно работает ориентировочно там в Роснефти. В «Газпроме», не знаю, там, может, чуть возле этого, да? Ну, у нас-то 147 миллионов человек. Теперь смотрите. Вот «Газпром». Вспоминаю сенатора Арашукова и компанию. А, это который писал российские законы и принимал российские законы, как потом выяснилось, не владея русским языком. Ну, хорошо, хоть приходя в сознание. Вот в национальной промышленности. А, одновременно он был ещё и лидером организованной преступной группы, которая занималась, в том числе, и заказными убийствами. Ну, об этом узнали лет через 20. Ну, ладно. До этого он был приличный парень. Значит, смотрите, какая интересная вещь. Получается, что люди в этой самой Махачкале, они в состоянии, находясь в бедности, да? Если там пенсия 17 тысяч или 15 тысяч, да? Как на это проживать-то? Вот. Они слышат у кого-то хорошо, они понимают, что несправедливое распределение собственности, и примером тому являются эти Арашуковы, да? А евреи-то здесь при чём в таком случае? Вообще ни при чём. Ни евреи, ни татары, ни мордва, ни русские вообще. Я ещё раз хочу сказать. Когда нет национальной промышленности, идёт подмена, вместо национальной промышленности предлагается национализм. Значит, должен быть кто-то виноват. А уж там выбирайте. Понимаете, народом народов себя считали. И немцы, народом народов. Сейчас американцы считают себя народом народов. Перед этим англичане себя считали народом народов. Евреи всю жизнь себя считали народом народов. Но это не даёт никакого эффекта. А самая главная, самая продуктивная часть из этой составляющей – это нравственное служение народа. Вот тот народ, который нравственно служит, он может это делать. Это может делать, кстати говоря, российский народ, русский народ. Но пока мы этого не наблюдаем, потому что нет промышленности. Итак, та доля прибыли, увеличение ВВП, которое мы получили, ушла кому? Ушла в гудок. К кому? К каким-то людям. Теперь дальше возникает вопрос. А вот мы требуем восстановления в России промышленного строя и уклада. А для этого нужно учитывать материальные и моральные интересы других. Как мы их будем учитывать? Смотрите, нам выходит на трибуну руководитель финмониторинга и говорит, деньги, они узнали, это открытие, мы об этом говорим уже лет 15, они вот недавно узнали. Оказывается, наличные деньги к нам везут из Киргизии и из Белоруссии. В смысле? Что? Я не понял этот посыл. Как вы не поняли? Это не посыл, это сообщение, которое нам сделал Росфинмониторинг, который установил, что ведется обналичивание денег через Киргизию и Белоруссию, завозят валюту в размеченных размерах. Ну, скажем так, через Киргизию традиционно пролегал маршрут завоза в России на личные валюты. Там, когда, по-моему, свечку, конечно, не держал, но когда один из бывших президентов решил резко повысить тарифы, то, в общем, он как-то быстро после этого даже сменился. Тарифы на обналичивание и перевозку? На перевозку, да. А, окей. Слушайте, прервемся. Обналичивали там взрослые люди. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Я предлагаю не останавливаться на этом. Давайте уже срывать все покровы. Слухами земля полнится. А на радио ОКП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду. И тебе рекомендую. А мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, доктор экономических наук Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия» Сергей Кобин. В предыдущую четверть часа мы остановились на совершенно загадочной для меня истории с обналичиванием русских денег, иностранной валюты, но принадлежащей каким-то игрокам в России через Киргизию. И Беларуси. И заметьте, мы не мы. Это предложили с Михаилом Геннадьевичем срывать все покровы. Да, я предложил. Окей, значит, Росфинмониторинг установил, что нелегальная валюта поступает в нашу страну из-за границы Киргизии. Причем здесь это вообще? Ну, этого мало. За 10 дней до этого или за 2 недели Центральный банк сообщил, что, оказывается, у нас обналичиваются деньги через торговые сети и рестораны. Рестораны все знают, торговые сети нет. Слушайте, в каком-то ресторане на Биулину, наверное, обсчитали. И я хочу сказать, что я готов это подтвердить. Формула очень простая. Берется ИП, на это ИП записывается оплата карты. И люди платят, они думают, что они платят в ресторан. На самом деле они платят ИП, которое ни сном, ни духом к этому ресторану. Но это позволяет получать ресторанную экономию и обналичивать деньги по ставке 6%. Вдруг, с удивлением, наш Центральный банк узнал о том, что у нас, вообще-то это у нас довольно-давно, вообще обналичивание – это жизнь. И они говорят, что чуть ли не 99% предприятий ведут именно такую деятельность. Слушайте, я не Центробанк, я об этой схеме знаю уже лет 5. Вы тоже знаете? Да. Удивительно. Значит, что оказывается, я тут беседовал как-то с банкирами, я говорю, наверное, 2-3 бюджета. Мне сегодня уже стали говорить, 5 бюджетов так проходят мимо. Оборачивается и ничего не происходит. Имеется в виду бюджеты Российской Федерации? Давайте приведу вам простой пример. Как-то у меня был один персонаж, который сказал, что он производит нефть. Я ему задал вопрос. А солнце вы не производите? Он обиделся. Ну, у нас есть кто производит газ, тоже можно обидеться. Гравий у нас производят в больших количествах. Поэтому, на что бы я хотел обратить внимание по поводу производства или непроизводства? Значит, наша экономика на сегодняшний день, она основана на том, что люди обналичивают деньги с целью того, чтобы, например, коррупционная схема выделения земли связана с тем, что нужно за это получить откат. Чиновники, получая откаты, их нужно как-то оприходовать. Оприходование ведется следующим образом через подобные схемы и подобные решения. И если мы не понимаем эту схему, то она становится повседневной. Самое страшное, что когда оборачиваемость идет к капиталам, это приводит к тому, что перспектив у государства нет никаких. Но эта схема работает с 1900... Вы сколько знаете лет, Дмитрий, об этом? Я лет пять знаю. Ресторанные схемы в наличии. Она работает с 1988 года. А вот с 1985 года у нас работает схема по отъему акциза в размере в Советском Союзе 32%, в царское время 25% акциза, на алкоголь, табак. Ну, там еще был в царские времена и сахар. Огромные деньги. Но их нет по причине того, что нет этого. Вместо того нам дают красные и белые. Вейпы там кругом. Вы можете пойти покурить и так далее. Госбюджет, государство от этого не имеет ничего. Магазины шаговой доступности, которые удовлетворяют наши вредные привычки. Да. Поэтому это заканчивается тем, что курс рубля ослабляется. Сейчас временно укрепляется по причине того, что поменяли ставку. Не-не-не. Здесь я должен поправить. У нас ставку повысили в истерическом режиме. Потому что повышение с 13 до 15% – это истерика. В переводе с экономического на русский. После этого за два часа рубль укрепился на 40 копеек. После этого ослабел на рубль. И сейчас утром он был примерно на том же уровне, на котором он был до повышения процентной ставки. Повышение процентной ставки, курс рубля в наших экономических реалиях, отношение не имеет ни малейшего. Открываю страшную тайну и секрет. Курс рубля определяется соотношением вывоза и ввоза и их добавленных стоимостей. Только на Биулиной не говорите. В условии того, что мы вывозим только сырье и сельхозпродукцию с низкой добавленной стоимостью, а ввозим товары фабрично-заводской промышленности иностранного производства, теперь в первую очередь китайского, с высокой добавленной стоимостью, это означает, что курс рубля будет все время падать. Это фундаментальная вещь. Я поэтому хочу ее повторить еще раз. Мы можем продавать нефть хоть за 200 долларов за баррель, если повезет. Но в долгосрочном плане экономическое значение имеет не природная рента, которую мы продаем, и не наши спекулятивные успехи. В долгосрочном плане имеет значение труд, который в это вложен. Ну, естественно, включая труд, который веществлен в технологиях. То есть добавленная стоимость. То есть стоимость с добавленной обработкой. Когда мы продаем сырую нефть, а вся налоговая и таможенная политика направлена на то, чтобы блокировать даже переработку нефти внутри страны и стимулировать именно сырой нефти, где добавленная стоимость абсолютно минимальна, потому что надо там чуть-чуть ее, так сказать, очистить, и, что называется, правильно смешать и в трубу залить. Ну, или в танкер залить. А покупаем мы продукцию фабричной промышленности, готовые изделия, или серьезные промышленные услуги, то мы как бы имеем минимальный крошечный экспорт. Ну, он сводится вот в добавленной стоимости, он сводится к продаже военной техники на самом деле. А импорт у нас колоссальный. И в долгосрочном плане рубль может только слабеть силуэту. А если бы при условии роста цены средней на нефть? Цена нефть может сдеть куда угодно. В краткосрочном плане она может, курс доллара может укрепиться. Мы видели, как он укрепился со 120 до 54, хотя перед этим был 77, по-моему. Но это разовый краткосрочный фрукт. Мы за 20 лет произвели расчеты, связанные с курсом доллара, евро, рубля и так далее. И увидели эту закономерность, связанную с тем, что мы ничего не производим, соответственно, получаем результат известный. А когда вы ничего не производите в среднем, то это же в среднем по стране. И где-то у вас какие-то производства еще теплятся. Как в Москве, в Питере. Что-то живет, что-то дышит. В Екатеринбурге, в Челябинске. Где-то люди умерли вместе с предприятиями. И там пустота. Морел, например. Предприятия убиты, люди разъехались. В общем, просто пустота. А есть места, где предприятия убиты, а люди выжили. Тот же самый Дагестан. И что творится в этих местах? Вот вы сказали, что человек слаб. Так вот, человек, который убежден в своей абсолютной безнаказанности, при любых обстоятельствах, вне зависимости от того, что он сотворит, он слаб вдвойне и втройне. Что мы, собственно говоря, и наблюдали. Ведь Дагестан – это регион, в котором еще лет 15 назад, если я правильно помню, в порядке коррупции должности продавались самовывозом. То есть, вы хотите стать, условно говоря, замминистром. И мало того, что вы должны заплатить взятку. Взятку вы платите. А потом вы должны сами разобраться с тем, кто сейчас занимает эту должность. Там было так. И прогресс, на самом деле, фантастический. Потому что, когда я в прошлый Новый год приехал в Дагестан отдыхать, все, что у меня было в голове, это кирпичные заводы Махачкалы, на которые со всей России воровали людей, чтобы использовать их в качестве рабов. И я увидел, что там действительно хоть что-то пытаются делать. Здесь, да, здесь туризм. Три года назад люди не знали, что, никто не знал, что такое туризм. И, значит, гиды приезжали к местным жителям. Слушайте, к нам приедут родственники из России. Вы им гостите, расскажите их. Потому что люди не понимали, что бывают туристы. И это, как бы, да, это плохо некая индустрия, но она началась. В каком-то ущелье вспомнили от безысходности, от тоски, что вообще всю жизнь, тысячелетиями, ну, столетиями, в этом ущелье сажали капусту. Да, и думают, попробуем. Может, тоже. Выяснилось, что она там растет практически без ухода. Растет шикарная. И они эту капусту продают по всей стране. Но этих рабочих мест в условиях отсутствия переработки, их очень мало. Их ничтожно мало. И основная масса, ну, честно говоря, когда там был туристом, я думал, что все сумасшедшие, они здесь в Москве. Извините, в Москву приехали. Из Дагестана. И, в общем, все люди, с которыми я общался, были совершенно замечательные. Ну, вероятно, я ошибся. Итак, Михаил Геннадьевич подтвердил нам, что смысл выхода в аэродроме на взлетную полосу заключался в том, что бедность и несправедливое распределение собственности. Вот что сейчас прокомментируем. Причем огромные средства туда вкладываются, но в ситуации, когда порушена культура и в ситуации, когда разрушена таможенная налоговая система, то есть заниматься производством чего бы то ни было сложного невозможно, потому что, с одной стороны, набиулино, а с другой стороны, все, что произведено в Китае, гарантированно будет дешевле, отсутствие протекционизма. В этих условиях эти деньги, ну, как многие полагают, распихиваются по карманам разного рода кланы. И сложились реально кланы, которым не нужно производство, потому что если будет производство, то люди будут работать, а так они у них пехоты. Есть предложение слово кланы заменить на слово род. Род, вот Набиулино упоминалось, род Набиулиной, род Делягина, род Дилинского, Кобина и так далее. Ну, да, наверное. Род. Нет, 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 я осознанно это предлагаю. Нет, нет, но потому что родоплеменные отношения, конечно. Потому что род проявляется в слове Отечества, как союз национально-государственный. Теперь, вот кому что на роду написано, давайте представим себе, что есть род Газпрома и род Роснефти, да? И те люди, которые консолидируют свои интересы в определенной области, они получают сверхприбыли, хотя на самом деле Роснефть и, значит, Газпром – это предприятия, согласно теории экономической межотраслевых и межгосударственных балансов, это предприятия с нулевой рентабельностью бесприбыльные или планово-убыточные. И то, и другое. И вся совокупность этих предприятий. Должны быть с нулевой рентабельностью или планово-убыточные для того, чтобы вся остальная экономика… Иначе мы ничего не произведем. Да, дышала и была конкурентно способна. Если вы работаете на оплату кредита или на оплату коммунальных услуг, ничего сложнее лопаты вы произвести не сможете. И семью у меня не будет. Мы вернемся буквально через пару минут. Фарватер Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Фарватер А мы вернулись в Петербургскую студию. И можно я сразу разоблачу одно очень сильное заблуждение. Весь интернет, все соцсети обошла фотография человека, который в Дагестане заглядывает в турбину с самолетом. Это Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук. Не заглядывал не он. И все говорят, вот такие глупые люди ищут других людей в турбине с самолетом. Я думаю, что на самом деле он искал, где выпить кофе. И заглядывал туда в поисках кофе. Потому что Махачкала – это кофейная столица России. А я думаю, он на самом деле искал, где же у нас производство двигателей. И как промышленное производство рано или поздно повлияет на развитие Дагестана. А вы знаете, а у нас запустили производство лопаток для турбин. И аж 15 турбин в год теперь смогут производить. Да, вообще это прогресс серьезный. Это революция. Потому что моя мама начинала работу в 51-м году на заводе по производству этих самых лопаток. Их там производилось в неимоверных количествах. Вот. Технологическое отставание, вызванное тем, что в 90-е наша власть занималась чем угодно, только не развитием промышленности. Да и после 90-х. Секундочку, секундочку. Давайте пойдем по другому черточку пути. Давайте я вам сформулирую один постулат, а с него мы будем объяснение давать. Без национального единства, без национального разделения труда и без национальной кооперации производительных сил нация никогда не в состоянии будет достигнуть высокой степени благосостояния и могущества. Теперь зададим вопрос. У кого и с кем кооперация в нашем правительстве? Например, простой пример, да? А с кем будет проводить кооперацию Роснефть и Газпром? Совокупность этой кооперации производительных сил должна быть всех фабрик и заводов, которые, ну там максимум это трубы, а больше ничего. Потому что цена на сырье, цена на топливо и так далее, вы слышали, что у нас подешевело топливо? На пару копеек. На четверть. Чего? Процента. Вы обратите внимание, как было сказано. Я думаю, на четверть процентов, думаю, если четверть процентов, то это на 25. А если четверть процента, 0,25%. Вы понимаете, а в чем же смысл? А в том смысл, что нужно что-то спрятать, закамуфлировать, обмануть. Так вот, если мы не будем заниматься производством всего, кстати, Дмитрий вспоминал вас на соборе, стоят прекрасно, Бош, все акустическое оборудование, которым пользуемся все мы. Нет ничего у нас отечественного. А Бош, немецкая фирма, производство китайское. Ну, ладно. Но нам от этого не легче, это не в России. Да. Теперь, где комбинация-то? Теперь, смотрите, частные монополии. Вот у нас Титан, он принадлежит Ависмо или какой-то там предприятие. Ависмо. Да. 67% акций у одного хлопчика. Да и мне я не против этого хлопчика, я о другом. Какая будет себестоимость двигателей и самолетов в связи с этим? Она же будет безумная. Ну, яхта, яхта и дворец будут включены. Теперь, смотрите, у нас идет кооперация. У нас как? Вот сейчас проводят у нас форумы. Сейчас, слава богу, выставка русская появилась. Проводят, значит, форум. Поэтому это международная кооперация для экспорта. Я всем задаю один и тот же вопрос. Дяденьки, а вам зачем экспорт-то? Как вы думаете, Дмитрий Ильич? А на что же покупают домики в Париже? А еще это каргакульт. Чистой водой каргакульт. Все экспортируют свои товары, все продают их за границей. Это престижно, мы тоже будем продавать свои товары за границей. Нет. Еще хуже. Вот я говорю, еще хуже. Это то, что Михаил Геннадьевич говорит. Это то, что вы говорите. Еще хуже. Психология устроена руководителей, не кого-то, а руководителей государства, как в обменном пункте, как у домохозяйки. Если у тебя плохо с курсом, ну, тебе нужны рубли, да, и у тебя плохо, ситуация неудовлетворительная в экономике, ты идешь куда? В обменный пункт и меняешь свои, как раньше говорили, деревянные на валюту, доллары и евро. Те самые нехорошие страны, которых мы не любим. А когда вдруг понадобятся рубли, например, для бюджета, это же очень просто. Нужно обесценить рубль и то же количество долларов обернется значительно большим количеством рублей. Тут же гениальный ответ. Так они и живут. Значит, итак, они говорят, мы должны произвести автомобили для того, чтобы... Не для того, чтобы потреблять их внутри, не для того, чтобы прямые и косвенные налоги были, а для того, чтобы продать это за границу, чтобы получить валюту, чтобы когда все рухнет, мы продадим эту валюту, и на валюту получим рубли и заплатим пенсии, зарплаты и все остальное. Причем мои разговоры с представителями Минфина о том, что, ребят, если вы бюджетные средства будете инвестировать в развитие страны, то ничего не рухнет и черного дня не будет. Они понимают, что сказать мне, что ты бредишь и при нас во голове государства катастрофа неизбежна, они не могут. Но представить себе ситуацию, в которой они не устроят в России экономическую катастрофу, они не могут. Уже при втором министре финансов подряд. То есть уже 20 лет. Внутренний рынок в десятки раз важнее самого цветущего внешнего. Внутренний рынок. Поэтому, что бы мы ни говорили, как бы мы ни делали, это же анекдот. А кто у нас будет покупать ауросы за 43 миллиона? А у нас есть гранта за 700 тысяч. Тихо, тихо, тихо. Подождите, потихонечку. А заедет? А еще как едет? И долго? Сейчас подождите, потерпите, потерпите чуточку. Кто будет покупать за 43 миллиона, если ему красная цена 19? Ну, 20 миллионов этому ауросу. А сколько же этих автомобилей продано? Какая же серия этих автомобилей? Аж целых 62. Вывод. Катастрофа. Потому что мы производим, якобы продать за... Ну, хорошо, там 2 шейха, 3 шейха. Подождите, подождите. То есть 62 человека в российском руководстве до сих пор не слышали слова «хавал»? Ну, я думаю, много чего не слышали. Много чего не слышали в российском руководстве. Значит, поэтому экспорт нужен им для того, чтобы конвертировать потом валюту, вырученную от продажи, как они продают нефть, газ и все остальное, для того, чтобы получить рубли и расплачиваться. У них даже мысли не возникает, что нужно создать промышленное производство, и тогда будет один кормить как минимум четверых, а то и десятерых. И тогда покупательная способность и потребительский спрос человека будет такой величины, что он позволит себе летать, покупать билеты на самолет каждую неделю в Сочи, во Владивосток, куда хотите. Он позволит себе, сможет себе покупать. Теперь переходим к тому анекдоту, который вы мне рассказали, что у нас есть какие машины. Я забыл, хорошие. Я не сказал хорошие, у нас есть машины. Ага, понял. Нет, я приношу извинения, Сергей, это сейчас все-таки перебью, потому что вот вы говорите о людях, которые управляют российской экономикой, как о людях, которые в принципе способны на разумность. Я очень ценю ваш оптимизм. На что способны? На разумность. А, понял. Но вот я коллекционирую высказывания российских чиновников в Государственной Думе. Не так давно нам первый замминистра энергетики, я думаю, что будущий министр энергетики, потому что прекрасный инвестиционный банкир, работал в консалтинговых западных компаниях, в общем, биография у него лучше, чем у породистой лошади, объяснял, что, знаете, ни при каких обстоятельствах нельзя допустить, чтобы на внутреннем рынке России нефть стоила дешево. Потому что если в нефтедобывающей стране нефть будет стоить дешево, то они, в Минэнерго, не смогут проконтролировать качество мазута. Кавычки закрываются. Ничего не понял. Логика недоступна для обычного человека. Если нефть будет стоить дешево, то Минэнерго не сможет проконтролировать качество мазута. Ну? Ну, и вместо того, чтобы уволить Минэнерго и нанять каких-нибудь студентов, которые смогут это сделать, нужно сделать дорогую нефть внутри страны. И, соответственно, еще более дорогой бензин. Слова «русские» в предложение складываются, а смысла в них никакого. Вот это к вопросу о том, как рассказывать этим прекрасным замминистрам и министрам про развитие промышленности. Поэтому, когда был Всемирный Русский Собор, вот тут днями в Петербурге, над которым мы участвовали с Михаилом Геннадьевичем, там был один докладчик очень интересный из регионов, который сосчитал, что в период царской России у нас было X тысяч чиновников. Но не было авиации, не было мобильной связи, не было интернетов, не было автомобилей, дорог таких и так далее. Там почты на лошадках скакали и так далее. И количество чиновников на то же самое количество населения было ровно в 10 раз меньше. Качество обслуживания, я думаю, было выше. Меньше, чем сейчас. Поэтому это к вопросу, с кем это беседовал Михаил Геннадьевич. А с другой стороны, можно же объяснить по-другому. Вот не было чиновников и не было интернета, не было мобильной связи. В 10 раз повысили количество чиновников. И посмотрите, у всех смартфоны. Да-да-да. Повысили и из Америки привезли смартфоны. Мы сейчас договоримся. У нас минута буквально до конца, это четверти часа. А договоримся до того, что для повышения эффективности работы чиновников мы с вами будем вынуждены отключить их от интернета, от мобильной связи. Интернета. Ну, знаете, поскольку от головы, судя по всему, их критически значимая часть уже давно отключена, можно этот интернет. Разницы никто не почувствует. Ладно. Финализируемся. Значит, по большому счету, получается, что у нас бедность и несправедливость вызывают массовые беспорядки. Все, как было написано в «Федералисте». Бедность и несправедливое распределение собственности. Поэтому ответ на вопрос понятный и простой. Единственный способ нам спастись от этого безобразия, от той самой крамолы, от всех этих восстаний, революций, потрясений, бунтов и так далее, это установить в России промышленный строй и уклад. Но на пути этого стоит олигархия. Вот эти вот смешные люди непонятные, которые в 10 раз больше их, чем на самом-то деле должно быть. Я думаю, их больше, чем в 10 раз. Я думаю, там может быть и коэффициент 20. И давайте будем точны в терминах. С точки зрения правоохранительных органов никаких массовых беспорядков не было. Было просто хулиганство, причем мелкое. А массовые беспорядки при таком подходе, с моей точки зрения, впереди. Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук. Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия». Мы вернемся, но уже через неделю. Фарбатар.